Глава Багучанского района, находящийся под стражей, впал в кому после инсульта. Сегодня детям Александра Бахтина впервые разрешили навестить его в тюремной больнице. Сын и дочь увидели его уже без сознания. Напомню, руководитель Багучанского района был задержан 9 мая. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. С момента задержания он находится в СИЗО. Родственники обращались к следователям с просьбой перевести Бахтина в более щадящие условия. По их словам, у задержанного онкология. Однако следователи говорят, ранее у Бахтина не было выявлено заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. В связи с поступившими обращениями родственников и адвоката Бахтина, органы предварительного следствия обратились в ГУФСИН России по Красноярскому краю для проведения повторного медицинского освидетельствования обвиняемому. Вопрос состояния здоровья Бахтина также исследовался при продлении срока содержания его под стражей. Сегодня, 30 июля 2018 года, Главное следственное управление обратилось в ведущее медицинское учреждение города Красноярска с просьбой оказания Бахтину помощи консилиуму врачей. Сейчас защита Бахтина настаивает на переводе его в краевую больницу. По словам его адвоката Дарьи Кульшиной, в условиях больницы ГУФСИН ему не оказывается надлежащая помощь. Ему проводилось медицинское освидетельствование на предмет отсутствия тяжелого заболевания, препятствующего содержанию под стражей. Но в составе данной комиссии профильный специалист-гематолог, который единственный компетентен по его узкому заболеванию, он отсутствовал. На заседании комиссии присутствовали только врачи общей практики, терапевты, невропатолог, окулист, кардиолог и так далее. Они сделали заключение о том, что он здоров, по состоянию здоровья может находиться в СИЗО. Но, тем не менее, фактическими данными, иными медицинскими документами и его текущим состоянием это провергается.